Утро всем добрейшего! Девочки, я вот причесывалась. Нормально, да? Причесывалась. Я на работе в воскресенье. Времени у нас сколько? Ну, около полдесятого утра. Так, 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 так. О! Я пришла снимать видосик с распаковкой. Хотя, вот не поверите. Так неохота! Так неохота! Вы знаете почему, да? Ну, ладно, все равно сниму. Так уж и быть. Полезно это будет. Кому-то будет же полезно, да? Ладно. Ни пуха мне, ни пера. Ни одного пуха, ни одного пера. Все, я отработала двенадцать с копейками. Времени у меня сегодня было наращивание. Он с Константин там ходит. Наращивание я сделала за чуть меньше, чем за два часа. Снимать и фоткать я не стала. Эта клиентка не любит, поэтому я ее не стала заставлять. Но очень хотела. Так что, все. Я иду обоедать. Обоедать, пойдем? Пойдем обоедать. У нас здесь потеряныш, потеряшка. Все уже давным-давно дома. А этот решил по Крыму погулять. Экскурсию устроил, да? Молодец. Это у нас торговая марка Маэстро. Я вам показывала уже и выкраску показывала, и доставочку показывала. Здесь у нас ярко-синий написано. Номер М106. М это говорит о том, что он, скорее всего, вкусно пахнет, чем-то вкусненьким. Ярко-синий, это значит вот такой. Вот такой он. И мне кажется, на видео он ярче, чем в жизни. На самом деле он более классический, более потемнее. И да, я аж сюда чувствую аромат карамельки. И вот такой вот синенький. Он потом будет в выкраске и пойдет в общую палитру к своим сябрам. Вот такая потеряшка, потеряныш у нас. Все. Смотрите, как красиво получилось. Итражики, как конфетки какие-то мампансии. Красота. Вот такая жемчужная серия. Очень красиво. Очень красиво. Я уже все хочу. Жемчужная. Это, короче, лососевый, который первый такой. Оранжеватый, золотистый. Там еще есть розовенький. Тоже очень красивый. Надо прихватить. А это серия с поталью. Серебряная и золотистая. Тоже. Они даже друг с дружком сочетаются. Смотрите. Несмотря на то, что у одного золотой, у другой серебряный цвет. Но очень-очень они тоже сочетаются друг с другом. Можно по отдельности. Это и цвет, и укрепление, и красота. Нет, но они, конечно, густоватые. И вот кроме вот этих витражных, витражные такие средние, хорошо выравниваются. Эти тоже все хорошо выравниваются, но очень-очень медленно. Они густоватые. Серия жемчужная и серия с поталью, они густоватые. Но зато можно по два ноготочка спокойно делать. И это уже, кто любит по два ноготочка, я иногда тоже так делаю. Это тоже ускоряет процесс. Вот так. Вот все, что хотела, показала. Друзья мои, я хотела включить прямой эфир и в прямом эфире сделать выкраску этих гелей. Специально не стала делать палитру, вот все приготовила, но не стала ее делать. Но подумала, гели густоватые, на типсах будет разравниваться долго, и это будет бесконечный прямой эфир, поэтому, наверное, нет. Наверное, нет, но вы на всякий случай напишите. Может быть, да, может быть, да, или что. Вот, я не знаю, но достаточно долго по типсам. На руках-то нет, а вот на типсах будет очень долго. Вот это пока, там и капля большая, пока это все распределится. Так что я вот думаю, что может затею эту бросить, а. Теперь мы черешенку принести. И мама уже ее приговорила. Все, все готово. Зимой будет вкусненько нам. Да, мама? И мама сразу же. Маму уговаривать даже не надо. Она раз и все, и нету больше. И здесь ожидают свои участи. Баночки, баночки, баночки. Ммм, вкуснота какая. У меня же слюнки чекут. Распаковочка приехала. Скоро будет распаковочка. Слада. Слада распаковывает, да, Слада? Что здесь такое? Что здесь такое? Здесь интересная фреза. Я только из-за фрезы сделала заказ там какая-то. Карбит вольфрамовая должна быть фреза. А вы такой работали или нет? Ну, я, конечно же, покажу всем. Всем и все. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Да, Слада? Ну, что там такое, а? В этом году, конечно, черешни очень много. И она мелкая. Но она мелкая из-за того, что ее много. И уже она в некоторых местах такая побитая. Но ничего. Мама у нас все закатает. Компотики будут. Главное, чтобы не червивая. Но я открывала. Вроде нет пока червяков. Но уже скоро будут. Распаковочка. Валберес. Здесь в двойном экземпляре одно и то же. Я прям чувствую, как тут много всякой пупырки, уплотнителя. Ёшкин кот. Это штука всякого. Это термальная вода. Витамины для лица. Взяла себе и Константину. Ну, Константин тоже любит себя взбрызгивать, когда очень сильно жарко. Здесь, тем более, есть витаминчики, минеральчики. И такой приятный охлаждающий эффект. И увлажнение написано. В общем-то, все как надо. И можно, кстати, попробовать. Ну, один я Костя, один себе взяла. Попробовать на ручке клиента брызгать после маникюра. Когда уже все фотографировать, чтобы выглядело все увлажненное, красивое. Кто-нибудь пробовал, напишите, если кто пробовал. А если кому-то такой тоже нужен, это прям спрей. Это не под давлением, а именно такой. Так что вот, хорошая марка. Я люблю эту марку. Она у вас, видимо, не очень дорогая, но очень хорошая. Это не помидоры, это черешня. Да. Заказала свалберес. Так давно хотела, потому что очень понравился. И рисковала. Да, понятное дело, что это подделка. И понятное дело, что, может быть, и не похоже. Но ешкин кот, как же классно упакована. И была в судье запакована. И вот такая нестыдная коробочка. Просто подарить даже не стыдно, если вам не понравится. Но очень вкусный аромат. И бутылочка вот такая классная. Все такое взрослое и серьезное. Не знаю насчет стойкости. Еще будем это экспериментировать. Но пахнет вишневым компотиком. А когда выветривается, просто такой нежный-нежный аромат. Если кто-то любит нежные цветочные, то вот может даже вам понравится. Мне очень понравился. Друзья мои, вы только посмотрите на эту красоту. Вот этот вот самый замес я сделала. Какая я молодец. Такая красота. И главное, ни одного торчка. Вот я топом перекрыла, я нигде не шлифовала, нигде ничего не подпиливала. И все вот эти все блесточки я добавляла. Но это хлопья, это не юки хлопья. А хлопья такие, как фольгированные. И они нигде ничего не торчит. Один такой розовенький получился, а другой более серый. И тот, и тот ходовые. Классные цвета. И возни мало, очень классно, молодец, что я и сделаю. Сейчас я подпишу, что это мои самозамесы. И поставлю здесь, чтобы они мне здесь рядышком стояли. Не, ну-ка, тут еще выкапывает. Выкапывает и выкапывает. Какая красота. Напишите, какой вам более розовый нравится. Или более серенький. Ага, смотрите, как красиво. Ё-моё. Так вроде бы не сильно отличаются. Но так и отличаются. Кленты могут выбрать, какой хотят. Да? Да-то в свое время. Ой, хоть не подписывайте, что это я. У нас все на месте, да? Да, конечно. Ничего нигде не цепляется. Нет. Просто... Ну, пора уже больше месяца. Конечно. Слась и мама. Ладно. Красный так красный. Красивый, красный. Ах, какие яркие. Какие яркие. Красотища-то какая. Так, жду через две недели. Довольна? Очень. Очень красиво. Все, красота. Готово. Все готово. Кто-то у меня спрашивал про дезинфектор. Это вот дезинфектор. Он, короче, три в одном. И дезинфектор, и для снятия липкого слоя. Но я для снятия липкого слоя его не использую. Я ручки брызгая. Он пахнет вкусно. Это торговая марка опция. Она есть на ВБшке. У меня уже тут тоже чуть-чуть заканчивается. Вот такая зеленая у меня. Там у них несколько ароматов. Он пахнет вкусно. Но вот эту штуку я отдельно заказывала. Потому что там обычная такая нажималочка. А этот удобнее. Но на вот эту нажималочку я вам не дам ссылку. Потому что уже давно нету этого. Если у вас есть, то киньте, пожалуйста, в чат. Но она не для всех подходит. Бутылочка такая маленькая нажималочка. Короче, ладно. Сказала. Сказала, что уходила. Ты хвастаешься? Конечно. Это в драке была потеря, да? Ты рассказать, как я чуть-чуть не знаю, как сказать чуть-чуть не это. Конечно. Он же ж у меня вот это лоп. Я его обрезала. Но получается обрезала не по лопнутому. Потому что лопнутое аж туда было. Ну, ниже по мясу обрезала. А потом еще растопнуло. Нет, в мойке. О, как красиво. Скажи. Скажи, да? Да. Как всегда. Красотища. Я потала. Замри. Не мышить. Девочки, я когда прихожу на работу, вижу это. Это чудо техники. Я не верю своим глазам. Мне кажется, что я сплю. И оно мне снится. Да, кстати, забыла вам еще про одну очень крутую функцию сказать. У этого аппарата есть защита. Если вдруг какие-то перенапряжения, или микромотор очень сильно устал, или что-то еще, или там фреза кривая попалась, или что-то, что-то произошло, он останавливается, защита срабатывает. Тут будут буковки специальные, вот, поэтому это очень круто. Другие так себя не ведут, другие сразу поломаются, и все. Ой, классный, классный, классный. Оказываю вам, где будет стоять, вот так красиво смотрится, но он как-то на видео более маленький, чем вживую. Вот здесь он у меня будет стоять, рядом будет стоять мойка ультразвуковая. Вот, и все, сейчас осталось только порядок навести, и все готово. Ну, блин, надо подключать. Сейчас подключит Константин тут, сидит на коленях, чтобы подключать. Я тебе не показываю, моя Мария Магдалена. Я не могу это не показать. Он же эту песню заюзал. С утра до ночи ее крутит. Кося, ух ты, ух ты, ух ты, какой ты подвижный. Да? Ну, кто так на работе работает, а? Ха-ха-ха. Вот так вот, вот так мы работаем. Кукуйся, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай лапку, давай лапу, лапу давай. Оп, 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 опа, опа. Еще, еще лапку давай, давай лапку. Молодец, молодец, еще, еще. Ты моя, молодец. Ой, как вкусно, как вкусно, как же вкусно, да? Любимый клиент. Все на месте? Все на месте. Сейчас его вздыхает клиент. Сегодня делаем клиент. Понравился этот цвет? М-м-м. Не знаете, что делаем? М-м-м. Красный? Красный. Прекрасный. Готовый результат. Все, готово. Сегодня у нас вот такие серебряные ноготочки. Все. Все готово. Спасибо. Ох, хватит уже убираться. Я уже, мне кажется, уже все, все дырки протерла. Осталось только полы помыть. Собрала кучу инструментов, которые надо помыть. Уже не сегодня. Уже у меня сил никаких нет. Помыть, продезинфицировать, потом просушить, потом простерилизовать. И все, хватит. На сегодня уже хватит. Полы помоет Константин. И все. И можно приступать снова к засиранию кабинета. Каждый раз одну мы тоже.